безнадежно друзья всем привет тема сегодняшнего ролика подбор винтов для лодочного мотора для начала немного теории а потом перейдем к практике если ваш мотор не mercury если даже это не 150 pro xs и если лодку вас не феникс 600 то не спешите все равно переключать канал в первую очередь мы дадим концептуальное понятие того как размер и шаг винта влияют на скорость катера и расход топлива а полученные знания вы с легкостью перенесете на свой комплект и подберете идеальный винт даже если у вас лодка пвх а для владельцев лодок феникс 600 с мотором 150 сил или для будущих покупателей такого комплекта это будет идеальным руководством кстати на нашем канале есть интересный ролик где мы испытывали моторы в размере от 5 до 15 лошадиных сил на лодке пвх 350 измеряли максимальную скорость и расход топлива посмотрите вы а и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если же ваша лодка ходит под большой загрузкой, это может быть буксировка какого-то вида водного развлечения или трофеи охотничьи или рыболовные, соответственно вам нужна большая тяга. Значит мы уменьшаем шаг, увеличиваем диаметр. Диаметр и шаг винта это два показателя, которые необходимо сбалансировать между собой, чтобы достичь идеальных показателей вашего винта, соответственно всего комплекта. Помимо этих двух параметров шаг и диаметр есть еще следующее отличие. Винты бывают из разных материалов, алюминий, нержавейка. Винты имеют различную форму лопастей и их количество тоже отличается. Это бывает три лопасти, четыре, даже пять. И эти показатели также существенно влияют на эффективность всего комплекта, его скорость, тягу и прочее. И еще есть такие параметры, как диаметр ступицы и количество шлицов на валу, соответственно на винте тоже. Учитывайте это при приобретении винта, чтобы винт подошел к вашему мотору. Неправильно подобранный винт приводит к таким явлениям, как недокрут или перекрут. Многие недооценивают опасность недокрута, думают, что вот он же не крутит максимум, не выходит за пределы разрешенные, значит ничего страшного. На самом деле недокрут он хуже перекрута, потому что мотор напрягается, колоссальная нагрузка на поршневую систему, топливо улетает как в трубу, расход огромный, а мотор едет плохо. Аналогия с человеком. Положили на плечи 100 кг, вроде идет, но вот-вот свалится и сердце остановится. Здесь такая же история. Недокрут это очень плохо отражается на ресурсе мотора, на его жизнедеятельности. Перекрут тоже не несет в себе ничего хорошего. Мотору легко, казалось бы, раскрутился в 6000-6500, жужжит, едет. Но в этот момент происходит тоже колоссальный износ, быстрый, ресурс падает и рано или поздно мотор просто где-нибудь закончится свою жизнь на воде. Всех этих неприятностей, конечно, можно избежать, если озадачиться правильным подбором винта. Конечно, при покупке лодки сначала надо руководствоваться мнением производителя, мнением продавца-консультанта, но впоследствии все равно придется провести ряд экспериментов. А чтобы они не затянулись, в нашем ролике мы покажем, как это делается и с чего начать. И, кстати, а что такое шаг винта? Многие оперируют этим термином, но не все до конца понимают. Шаг винта – это расстояние, пройденное винтом за один полноценный оборот. На сколько дюймов он продвинется вперед. Соответственно, один шаг – это 1 дюйм или 2,54 см. На нашем моторе в данный момент установлен винт 21 шага. Это значит, что за один полноценный оборот он пройдет 21 дюйм. Как связать шаг винта и обороты? Это очень просто. Один шаг винта приблизительно соответствует 200 оборотам. Увеличивая шаг на 1 единицу, мы получаем понижение оборотов примерно на 200. И, соответственно, уменьшая шаг винта на 1 единицу, мы получаем увеличение оборотов примерно на 200. Приведу пример. Ваш мотор по паспорту должен развивать, допустим, 5300 оборотов. Но в ходе экспериментов полный газ вы достигли всего лишь 4300 оборотов. Получаем не до крут 1000 оборотов. Берем формулу нашу. 1000 делим на 200, получаем 5. То есть на 5 шагов вам нужно понизить шаг вашего винта. Был условно 20-й, взяли у товарища попользоваться, не от вашей лодки. Значит, вам нужен 15-й. Ну что, друзья, от слов к делу. Переходим к практическим тестам. Напомню, у нас стоит мотор Mercury 150 Pro XS. Винт первый, который мы поставили на испытание, это Black Max алюминиевый, шаг 21, диаметр 14 с четвертью. Сейчас мы измерим то, что волнует всех водномоторников. Это максимальная скорость лодки, минимальная скорость глиссирования и крейсер с его минимальным расходом. Погнали! Играет музыка Ролик уже идет, наверное, минуты 3-4, а по факту мы снимаем его уже четвертый день. Все не так быстро и просто, как кажется на камере. Зайти в марину, пришвартовать лодку, сменить винт на воде, процесс такой не очень быстрый, снова выйти, не помешать никому. Очень акватория насыщена катерами и большими кораблями. Вот баржа идет, пара катеров. Творческий процесс интересен, но непрост. На 21-м винте удалось достичь скорости в 72 км в час. Неплохой показатель при нашей загрузке. Выход на глиссер также уверенный, мощный. Ну, на 150-сильном моторе он не может быть, скорее всего, другим. Вот мы вышли на крейсерский режим, но мы условно приняли его за 40 км в час. На алюминиевом винте получается 3450 оборотов. Расход при этом 17 литров в час. И теперь попробую минимальную скорость глиссирования поймать, какая она будет на этом винте. Ну, 33 уже мы сваливаемся. 32. 32 км в час. 31. Все, свалили с глиссера. Раз, два, три. Безнадежно. Решили немного похулиганить. Со старта сделали Сузуку 200-ю. Сергей, я думаю, не сильно расстроится. Мы ему тоже винт подберем потом. Испытали классический алюминиевый винт Black Max. Это оригинальный винт Mercury 21-го шага. Что могу сказать? Это тот винт, который называется стандартным. В кавычках возьмем слово стандартным. Но, тем не менее, это он и есть. Такой классический. Золотая середина. Он немножко не добрал по максимальной скорости. В крейсере чуть больше расход, чем у стального винта. Ну, с глиссера упали там на 2 км раньше. Но в среднем эти показания не устроят обычного обывателя, владельца катера, который катается в формате выходного дня. И у которого нет специфических задач. Там, хождение на дальние расстояния, чтобы экономить каждый литр топлива. Классический стандартный винт. Подходит всем. Универсально. Назовем его так. А если еще сравнить соотношение цены на алюминиевый и стальной винт, то, я думаю, выбор в пользу алюминия очевиден. Если вы, опять же, повторюсь, не выполняете специфических задач в виде буксировщика-лыжника, либо дальних походов. Как в гонке «Формула-1» пидстоп – смена винта. Ну вот, мы поставили очередной испытуемый винт. На этот раз этот винт из нержавеющей стали. Ее торговое название – сталь X7. Винт называется «Энершия ЭКО». Существует два вида винтов «Энершия». Обычный и с префиксом «ЭКО». В чем разница? У нашего винта увеличенный диаметр. Он составляет 16 дюймов. При шаге – 19 дюймов. Чем это хорошо? Ну, мы так предполагаем. Хорошим выходом на глиссер, то есть винт упористый. И минимальной скоростью глиссирования. Давайте это проверим. Погнали. Ну, выход на глиссер произошел моментально, то есть вообще без претензий. За секунду. Это благодаря, скорее всего, да не скорее всего, а именно тому, что винт имеет большой диаметр. То есть очень хороший упор. Давайте посмотрим максимальную скорость. Я отключил «Актив Трим». Буду разгоняться в ручном режиме. Потому что «Актив Трим» – он все-таки за безопасность. Он слегка-слегка максимальную скорость давит. Километр на 2-3. Удалось развить скорость 77 км в час. Это при загрузке 2 человека, примерно 200 кг. И литров 80-90 топлива. Неплохой показатель. Даже, наверное, очень хороший. Скорость 77 – это при оборотах 5500. То есть в диапазон мы попали. Диапазон, напомню, в этом моторе – 5200-6000. Теперь попробуем вычислить оптимальный крестовский режим с минимальным расходом. Скорость 40 км в час. Расход 15. Иногда мелькают 16 литров в час. Проходим на 1 литре. 2,5-2,6 км. Теперь проверим такой параметр, как минимальная скорость глиссирования. Будем постепенно убирать газ и смотреть, на какой скорости лодка свалится с глиссера. Вот 35 глиссируем. 32 км в час. Лодка глиссирует. Причем расход – 13 литров в час. 31. Все начинает проседать. 30. 37. 38. Убавляем еще. 30 км в час. На 29 км в час лодка уже идет в режиме полуглиссера. Переходим в водоизмещающий режим. В общем, уверенный глиссер продолжается до 30 км в час. Окончательные итоги мы подведем, когда испытаем все винты остальные. Но что касается непосредственно этого, НРШ ЭКО, мне винт очень понравился. Он получается универсальный винт. И для покатушек пригоден, и для путешествий будет топливо экономить, и скорость дает вполне приличную. Теперь мы установили винт Revolution 4. Это также стальной винт, 4 лопасти. Размер его 19 шаг. Диаметр 14,5 восьмых. Параметры, которые мы хотим узнать, те же. Максимальная скорость, минимальная скорость глиссирования, расход в крейсере. И субъективный параметр качества выхода на глиссер. С него и начнем. Ну, выход на глиссер на 4-х лопастном винте, естественно, хороший. Упор хороший, 4 лопасти толкаются об воду. Тут вопросов нет. Теперь давайте наш любимый параметр, любимый всеми, максимальная скорость. Вот максимально достигнутая скорость на винте Revolution 4 4-х лопастом. Оказалось всего лишь 70 км в час. Говорю всего лишь по сравнению с предыдущим винтом, трехлопастным, Inertia Eco. Первое впечатление от 4-х лопастного винта Revolution 4 такое. Выход на глиссер так же хорош, как и на Inertia Eco. Ну, здесь 4 лопасти. Понятно, упор хороший. Но максимальная скорость оказалась гораздо ниже. На 8 км в час. То есть 70 мы разогнались. Это не говорит о том, что винт хуже. Очевидно, он просто не подходит для этого комплекта. И мы не смогли раскрутить его так же, как и Inertia Eco. Максимальные обороты здесь были всего лишь 5 450. Сейчас давайте посмотрим, как 4-х лопастной винт Revolution 4 держит минимальную скорость глиссирования. Начинаем снижать скорость 36 км в час. И посмотрим, когда мы упадем с глиссером. 32, 31, 30, 29,6 глиссируем. Ну, надо сказать, что по сравнению с винтом Inertia Eco, минимальная скорость глиссирования здесь чуть уверенней. Все-таки 4 лопасти, да, держатся хорошо за воду. Упор хороший, точнее. Так, сбавляем еще. Не, ну 29, да, минимум. Все, 28 мы падаем. Сразу зарылись. Минималка 29 км в час. Ну вот, на очереди у нас испытание. Снова нержавеющий винт. Размером 14,5 восьмых на 19. 19-й шаг. Винт называется Tempest Plus. Тоже родной американский винт Mercury. Посмотрим, что покажет он. Давайте оценим выход на глиссер и вообще старт его. Веринтет Tempest Plus. Нам удалось достичь скорости всего лишь 70,2 км в час. Ну как всего лишь. Это неплохая скорость, но она не сильно отличается от той, которую мы достигли на алюминиевом винте, на Black Max с 21 шагом. Вывод какой. Винт хороший, но не совсем подходит к конкретному комплекту, к этому. Феникс 600-му со 150-м мотором. У него немножко другие задачи у этого винта. Ну что ж, продолжаем дальше наши эксперименты. Добавим до крейсерской скорости. Мы ее выбрали для этой лодки 40 км в час. Ну, таких условных. Так, 40 км в час на 3700 оборотов мы идем. 19 литров в час. То есть по топливу тоже показатели средненькие. Все это лишний раз подтверждает, что этот винт нет для этого комплекта. Так, теперь вычислим минимальную скорость глиссирования. Начинаем снижать обороты. 39-38 км в час. 36. Все, мы зарываемся уже. Чуть-чуть добавлю. Ну, вот 33 еще глиссируем, но меньше уже все, начинается провал. То есть реально 33 км в час это минимальная скорость глиссирования на винте Temp S+. Ну, и последний подопытный винт это Black Max 3 лопасти, алюминиевый винт, 19-й шаг, диаметр 14,5. Посмотрим, какие показатели выдаст он. Ну, и традиционно выход на глиссир. Моя субъективная оценка. Выход на глиссир также прекрасен, но с таким мотором 150 сил Mercury Pro XS, мне кажется, даже без винта лодка выскочит на глиссир моментально. Так что этот параметр оставим за скобками. Он у всех винтов на этом моторе отличный. Давайте попробуем развить максимальную скорость. Вот 19-й винт мы смогли раскрутить до 5800 оборотов по тахометру. Скорость при этом оказалась 68 км в час. То есть, да, не лучший показатель. 19-й винт для этого комплекта также не подходит. Теперь давайте традиционно разгонимся до крейсерской скорости. Мы достигли 40 км в час. Вот сейчас чуть сброшу. На 40 км в час мы видим расход 18 литров в час и обороты 3600-3650. Ну, тоже такой показатель не супер, но усредненный. Бывали винты и получше. Опять же, вопрос не в винте, а только в его пригодности для конкретно этого комплекта. Mercury 150 Pro XS и Fenix 600. На другом катере показания будут совершенно другие. Поэтому подбирается все индивидуально. Это, собственно говоря, то, о чем мы и снимаем этот ролик. О подборе винтов к каждой конкретной лодке. Друзья, закончили мы наши эксперименты на воде по подбору идеального винта. Для нашей лодки Fenix 600 и мотор Mercury 150 Pro XS винт мы подобрали. Он оказался идеальным. Это Inertia Eco. Если у вас такая лодка, то ваша задача решена. Можете просто купить этот винт как основной и ходить на нем. Но основной нашей задачей, конечно, было не подобрать винт нам, а показать, насколько процесс подбора винта разнообразен и зависит от материала винта, шага, размера, кучи параметров. И этот процесс, повторюсь, он сугубо индивидуальный. Когда вы читаете форумы, смотрите другие ролики, в которых вам говорят, что вот этот винт будет самый лучший для вас, не верьте. Может быть, он самый лучший, но для конкретно того человека, который писал эту статью, для конкретно его комплекта. В вашем случае может быть совсем иначе. Поэтому основная задача – очертить круг винтов, которые вам теоретически подходят, и после этого уже начать эксперименты именно с этими винтами. И помните, что при подборе винта надо обязательно учитывать ваши цели и задачи. Это слово звучит часто, но оно основополагающее. Если вы рыбак, особенно рыбак-спортсмен, то ваша задача – моментально стартануть, максимально быстро доехать до точки, вам плевать на расход топлива, пусть летит в трубу. Либо наоборот, вы спокойный путешественник, и экономия топлива для длительных пробегов без дозаправки – ваша основная задача. Вот исходя из задач, надо и подбирать винт. Их может быть у вас 2 и 3, и все они будут идеальными для каждых конкретных условий. Что касается алюминиевый винт или стальной, разница становится заметной и ощутимой на моторах от 150 сил и выше. В диапазоне от 80 до 115 сил эта разница тоже есть, но она уже не столь значительна. Особенно на фоне стоимости нержавеющего винта она значительно больше, чем алюминиевая. На менее мощных моторах разница практически сходит на нет, и тратиться на нержавеющий винт, наверное, не имеет смысла. На нашем канале много подписчиков, которые владеют лодками ПВХ с небольшими моторами. Друзья, критерии подбора винта для ваших лодок, они точно такие же, как критерии подбора винта для больших катеров. Самое главное здесь – эксперимент. Очертите тот круг винтов, которые вы теоретически думаете вам подойдут, определитесь с целями и задачами и экспериментируйте. Ведь в нашем одномоторном деле эксперимент – это главное. Друзья, если у вас есть опыт подбора винтов, поделитесь этим рассказом в комментариях. Расскажите, какая у вас лодка, какой мотор, как вы шли к правильному винту. Это будет интересно не только нам, но и всем подписчикам. Конечно, единственное, что может помешать правильному подбору винта – это отсутствие такого количества винтов, из которых его выбирать. Но все проблемы решаемы. Если вы находитесь в нашем регионе, Москва, область, то мы сможем помочь вам и в этом. Там в описании есть телефон. Звоните, организуем вам подбор винта. Ну и в завершении ролика хочу сказать спасибо тем, кто участвует в развитии канала, пишет комментарии, делится своими историями, где-то критикует. Это все идет нам на пользу. Мы прислушаемся к вам. Пишите ваши комментарии, пишите новые темы, которые будут вам интересны. Темы, которые уже были озвучены, мы взяли в разработку, и скоро будем снимать ролики и по ним. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok